Дорогие мои братья и сестры! Хотел бы сердечно поздравить всех нас, всех вас с юбилеем, с вашим 30-летием. Это большой праздник, когда Церковь справляет такую большую дату. Та Церковь, где спаслось немалое число людей, где люди, не знающие Бога с этого мира, пришли когда-то сюда и здесь встретились с нашим Спасителем. Слава Господу! Как я вчера уже говорил, мы в прошлом году справляли наш юбилей. И тоже в хронике воспоминаний, вы знаете, просто радовались о всем том, что сотворил среди нас Господь. Когда-то нашего пастора привел на то место, где не было церкви. Наш город, вы знаете, в Германии, он не имел ничего, чем бы мог похвастаться. А наоборот, это считался один из самых, хотя он и небольшой город, всего лишь 40 тысяч населения примерно, криминальных городов Германии. Приехал наш пастор тогда, в то время туда, и начал тот труд. Начал тот труд с нами, с такими, которые не давали по вечерам людям покоя, те, которые сами не жили и другим жить не давали. И сегодня, вы знаете, у нас ходят слухи про нашу церковь о том, что есть там один пастор, окружил себя бандитами. Но те, кто так говорят, сегодня по восемь вечера, и в девять вечера, и в двенадцать вечера спокойно гуляют по улицам. Вы знаете, я хотел бы обратить наше внимание на одно слово Священного Писания. Я хочу его зачитать. Это будет послание апостола Павла к Тимофею и первое послание. Это будет третья глава. Здесь он пишет с 14 стиха и ниже. Это пишу тебе, надеясь скоро прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Мы все прекрасно понимаем, истина она во Иисусе. А Иисус нам дал свою прекрасную и благословенную Нагорную проповедь и евангельское учение, которое говорит, что человек, поступая так, живя так, будет на земле благословен. Будет на земле тем организмом, который будет облаготворять других и себе во благо жить и этим прославлять Господа. Мы сейчас слышали такой чудесный псалом «Благослови душа моя Господа» и святое имя Его. Что такое благословить Господа, братья и сестры? Давайте зададим себе вопрос, что такое по-настоящему благословить Бога в моей жизни? Когда-то Господь, народ израильский, вывел из Египта с таким повелением, чтобы Он пошел благословить имя Мое. Нас когда-то Господь из этого рабства, из этого мира вывел на свободу, привел в Церковь, на пожитие Евангелия, для того, чтобы мы, соблюдая Евангелие, благословили Его имя. А это же есть нечто иное, когда люди видят мои дела, в Боге соделанные, мою богобоязненную жизнь, и этим прославляют Бога, рассматривая мою жизнь в контрасте. Был таким, а стал таким. Было темно, стало светло. Был плохим, стал хорошим. И не потому, что он последовал какому-то учению морали, а потому, что действительно дал себя проникнуть Божьей благодатью. И здесь вот написано, что апостол пишет это к служителю, которому была доверена Церковь. Братья и сестры, я так верю, что наши братья, служителя, пастора, брат Увим, брат Виктор, они знают, что они стоят перед Господом. Они знают, что они имеют великую ответственность не только за себя, как за личность, за семью, а еще и за многое число людей, которых доверил им Господь. И это, дорогие, поверьте, немалая ответственность. Я являюсь служителем реабилитационного центра. Мне тоже доверено определенное число людей, но это далеко не большая церковь. И там я уже иногда бывает, стоя на коленях, плачу пред Богом, понимая, что если я сделаю ошибку какую-то, она может распространиться на народ. И не об этом сейчас речь, братья и сестры. Здесь апостол Павел пишет это к служителю. И я верю, служители наши заботятся об этом. Но я хотел бы поговорить о нас. Ведь мы же все-таки тоже, братья и сестры, где-то индивидуально, каждый из нас являемся такими столпами утверждения истины. Являемся вот такой опорой для людей, которые находятся в нашем окружении. Давайте просто подумаем, когда мы выходим из церкви, перестаем ли мы быть церковью? Что такое вообще церковь? Покинули ли мы здание церкви и думаем, теперь я вышел на улицу, теперь я просто человек, гражданин Тамбова, Лара или еще какого-то города. Вы знаете, как-то еду я со своим сыном, ему тогда было на тот момент 4 годика, и мы проезжаем мимо одной традициональной церкви в Германии, очень большая, очень старая церковь. Вы знаете, там где-то, наверное, или 300, может быть, 400 этой церкви было. Ну, просто огромное здание. И сынок меня спрашивает, папа, это тоже церковь? И я так рассуждаю и думаю, как же ему ответить, соответственно, его возраста, чтобы и не осудить эту церковь. Ну, все-таки, ну, просто я знал, что это за церковь. Она по воскресеньям пустая стоит. И давно уже. Просто как памятник. И с другой стороны, ну, как-то мальчику дать правильный ответ. И я так внутренне помолился, говорю, Господи, как ему сказать правильно? Я ему говорю, ты знаешь, сынок, вот эта церковь, она является памятником великой веры. Он такой, да, а как это понять? Я ему говорю, ты знаешь, когда-то, чтобы построить такое огромное здание, нужны были люди, которые были исполнены любовью к Богу, которые готовы были жертвовать, которые были готовы жертвовать финансами, средствами, силой физической, временем, своим драгоценным, чтобы построить такую церковь. Сегодня, говорю, к сожалению, ну, этих людей уже нету. Они почили, они сейчас в небесах, радуются. Она пустая почему-то стоит. Но это памятник, говорю, это великая вера. Вот, дорогие, вы знаете, я сейчас не хочу говорить, опять же, о церкви. Давайте о себе. Вот многие из нас здесь, уверовавшие, где-то, может быть, 15, 10, 20, 30 лет назад, может быть, кто-то даже дольше, могут сегодня рассказать. Я помню, когда Господь меня призвал. Я помню, что Господь сотворил в моей жизни, когда помиловал меня, когда я склонил свои колени, когда я, как речо, молился Господу, какие чудеса в моей жизни. Я вспоминаю исцеление моего тела в одной молитве. Брат Виктор за меня молился. И Бог в одной молитве исцелил неизлечимые болезни, которые даже очевидно проявились. А слава Иисусу. Но вы знаете, дорогие, если я в своей жизни только буду об этом рассказывать, что было 17 лет назад, и через 10 лет, что было 27 лет назад, и моим детям когда-то просто эта история тоже наскучит, они скажут, папа, хорошо, но ты так прекрасно пережил Бога 30 лет назад. Ну, а сегодня в твоей жизни что? Вы знаете, дорогие, ведь мы же тоже действительно можем стать памятниками великой веры. А этого Господь точно не хочет. Потому что Его воля в нашей жизни, чтобы в нашей жизни ежедневно благословлялось Его святое имя. Ежедневно, чтобы жизнь моя стала опорою и столпом утверждения истины. Чтобы люди, которые нуждаются сегодня в Боге, знали, кому они могут обратиться, если они сегодня со мной работают. Чтобы моя жена не боялась подойти со своими проблемами ко мне и обратиться, сказать, у меня на сердце тяжело, давай поговорим, пообщаемся, прекрасно зная, что ее муж, он для нее опора, она может на него опереться, и он всегда даст правильный библейский ответ. Чтобы мои дети не боялись ко мне подойти, поговорить со мной. Вы знаете, братья и сестры, это очень важно, чтобы, выходя из церкви, мы знали, мы не перестаем быть церковью, мы покинули только молитвенный дом. Давайте мы вспомним, что такое церковь, экклезия. Мы знаем, это же собрание людей, обозначение церкви, откуда оно взялось. Это же не просто название молитвенного дома. Наш молитвенный дом, он уже потихоньку начинает называться Вефезда. Когда-то мы реабцентр так назвали, но так как этот реабцентр, по милости Божьей, наполнил нашу церковь, она сегодня называется Вефезда. И знаете, не когда мы только здесь собираемся, а когда мы в рассыпную выходим отсюда для того, чтобы идти и плод приносить. Что же может этому помешать? Давайте мы вместе откроем с вами третью главу Откровения Иоанна. Вы знаете, мы здесь читаем в третьей главе о Лаодикийской церкви, и здесь проблема. Проблема в том, что мнение этой церкви и мнение Господа о этой церкви в корне различались. Вы знаете, мы знаем прекрасно, и вчера мы это слышали, что Господь никогда к себе приходящих не отгонит вон. Никогда. Это не Его Дух. Это не Он. Если кто-то мне скажет, что я пошел, и мне было откровение, что я тебя не прощу, я никогда не поверю в это. Это ложь сатанинская. Потому что есть нам юридическое слово Священного Писания, приходящего ко мне не изгоню вон. Каждый человек, рожденный на эту плоту, землю, у которого дыхание жизни еще в ноздрях, имеет право прийти к Иисусу и получить прощение. Слава Господу. Вы знаете, но проблема, когда человек перестает каяться. Когда человек не идет к Иисусу, а бежит от Иисуса, иногда даже, может быть, исповедуясь тот, что Он с Иисусом. Вы знаете, здесь написано, я буду читать, с 17 стиха. Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужду, но ты не знаешь, что ты несчастен, ты жалок, ты нищ, ты слеп, инак. Как такое может быть? Как может притупиться духовное ощущение, самочувствие духовного человека, что человек может себя чувствовать счастливым, а Бог говорит, ты несчастен. Чувствовать себя одетым, а Бог говорит, ты нагий. Чувствовать себя зрячим, а Бог говорит, ты слепой. Как же такое может произойти, братья и сердца? Давайте мы над этим рассуждаем, ведь это очень серьезный вопрос, касающийся каждого из нас. Потому что мы составляем церковь, каждый из нас, как живой камень. Если я сегодня сижу, только ропщу о том, что мне в церкви не нравится, она, может быть, не такая уж, ну, вот я знаю, лучше церкви, ты подумай, почему она такая, может быть, как раз таки потому, что ты такой там? Может быть, я такой? Вот мне, может, себя надо пересмотреть? Может быть, с себя начать, живя в церкви, начать приносить плод? А может быть, наоборот, все хорошие, и я там один такой плохой? Может быть, мне вот тут надо посмотреть? Брат Виктор нас часто показывает. Если ты, говорит, чувствуешь, что от кого-то воняет, то ты вот так вот сделай, вот так его понюхай, подойди, говорит, к нему, вот так его понюхай, то сначала в ноздри тебе ударит свой запах. Вы знаете, братья и сестры, я вспоминаю такой момент, когда было у меня такое состояние, мне тоже казалось, много неправильно, что-то не то, и вообще, да, я не знаю, ну, один я тут, так, ничего вроде бы, да? И вы знаете, это было то время, когда я только уверовал, и так получилось, что что-то у меня спина так сильно начала болеть. А я раньше в миру, когда еще был, очень сильно со спиной мучился. Я в детстве упал, на позвоночник было сильное повреждение, и, ну, долго мучился с этим, и опять спина так начала болеть. Я вот на работе много свидетельствую. Я всем стараюсь рассказывать о Господе, да? В церкви некоторых братьев там обличаю, которые неправильно поступают, да? Знаете, и так, а он меня слушает, слушает, так слушает. Фредди говорит, остановись. Я говорю, что? Он говорит, я тебе сейчас назову твой грех, вот мне сейчас Господь это открывает. А ты за него, я верю, уже каешься искренне. Ты просто томишься, и не имеешь смелости его назвать. Я сейчас тебе его скажу. Ты его устами произнеси, отрекись, и спинка твоя сейчас перестанет болеть. И у меня, знаете, дорогие слезы пошли, когда он назвал мне мой грех. Вы знаете, мне казалось, ну, кто так не делает? Да что тут такого? Да, вроде нормально. Ну, живут же люди так и ничего, не комплексует. Многие мне сказали, есть разница между грехом и комплексом, это комплекс. Вы знаете, философию многие были уже увлечены от базы Евангелия. И это была та проблема. И слава Господу, что Бог явил мне такую милость, где открывает служителю, через все мое вот это пустословие, лицемерие, ту мою проблему, он ее называет. И знаете, дорогие, когда мы помолились, я встал, и слава Господу, никакой боли, ничего. Вы знаете, я до сегодняшнего дня, когда моя жена видит, что я, нет-нет, за спину хватаюсь, она говорит, ты, говорит, когда у Виктора в последний раз был? Вы знаете, это, братья и сестры, очень серьезно, чтобы мы занимались своим освящением, чтобы наш столб, вы знаете, не заплеснил, чтобы наша истина не затуманилась, не затмилась, чтобы люди, видящие нас, прославляли Творца нашего Небесного. И вы знаете, конечно, это я рассказал за такой негативный момент в моей жизни, хотя Бог такой позитив явил, но были и моменты такие, вы знаете, где я верю, как мы, христиане, нуждаемся в этом. Дорогие, мы живем все на земле, и мы все прекрасно понимаем, что проблем, забот у нас здесь хватает. Нас, верующих и неверующих на улице, не отличает то, что у нас нет проблем. Нет, у нас такие же самые проблемы. У нас, наше отличие в том, что с нами Отец Небесный, который нас выводит с этих проблем. Апостол Павел говорит, что в великих скорбях мы изобилуем, кто мне поможет? Радость. Мы не теряем радость, мы не впадаем в депрессию, мы имеем силу перейти это. И люди на нас смотрят и прославляют Отца Небесного. Говорят, слушай, я в депрессию уже бы впал, а ты это прошел. Павел говорит, в великих скорбях мы изобилуем радостью. Вот это и есть разница между нами, что мы не унываем, у нас есть надежда. И вы знаете, придет своевременная помощь, и очень часто это чудесным образом. Я расскажу такой момент, вы знаете, я помню такое хорошее, благословенное состояние. Это было то состояние, вы знаете, как обычно, когда ты никого не осуждаешь, нет для тебя плохих. Один только плохой, ты сам. И ты вот только за это каешься, плачешь пред Богом, потоки благодати на тебя изливаются, и ты радуешься в Господе. И вы знаете, помню, я работаю, кроме моего служения, я так еще на полставки водителем, и еду я, в то время на грузовике работал, на этом грузовике, вы знаете, и вдруг посещает меня тревога. Мы как раз с моей женой ожидали нашего восьмого ребенка, и я просто чувствую тревогу. Слово Божие говорит, что сам Дух ходатайствует за нас возрецаниями, незреченными, потому что мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Он сам ходатайствует за святых по воле Божьей. И я чувствую, Дух Святой начинает молиться. Начинается какое-то действие духовное, и просто тревога, чтобы я молился. Дабы уже было так, я останавливаю этот грузовик, хотя был термин очень важный, и смотрю, где бы помолиться, я ухожу, там была, текла речка, спустился вниз со врага, и там склонил колени, поднял руки, и начал вопиять к Богу. Я говорю, Господи, я не знаю, что происходит, я не знаю, почему такая тревога, но я знаю, что жизненно важно, чтобы я сейчас молился. И только помолился, встаю, у меня звонит мобильник, я, алло, и моя жена говорит, слушай, мне уже приспичило, надо в роддом. Я говорю, Аниш, я не успею с работы, я говорю, давай соседку нашу зови, пусть она тебя везет в роддом. Я говорю, я быстренько закругляюсь на смене, и сейчас приеду. И вы знаете, я почувствовал, что, скорее всего, с этим связано, но за роду я вообще не переживал, это был наш восьмой ребенок, семь раз она уже родила наших детей, и без всяких проблем, мы уже к этому привыкли. Ну, Бог благословляет, слава Господу, никаких компликаций ни во время беременности, ни во время родов, все так классно, так красиво, все проходит благословенно. И за эти роды не переживали, а тут такая тревога. И вы знаете, я быстренько закругляю эту смену, лечу в больницу с моей соседкой, как раз только поменялись, а соседка выходит, я захожу, и в этот момент рождается наша девочка. И вы знаете, обычно мы же как привыкли к тому, что ребенок рождается, врачи тебя поздравляют, обычно сразу говорят тебе, кто у тебя родился, мальчик или девочка, поздравляют тебя. Вы знаете, спрашивают у нас, ну, я обычно так в окошко в это время смотрю, мне эта процедура не очень нравится. И вы знаете, ну, они мне всегда, я спрашиваю, кто, они мне говорят, кто родился, поздравляют, потом спрашивают, хотите ли вы перерезать повину, я говорю, нет, делайте свою работу, я потом только на руки возьму. и жду, когда меня поздравлять начнут. Тишина. Никто меня не поздравляет, ничего не говорят, врачи что-то бегают, быстренько несите кислородную маску, несите то, несите третье, забегали, несите эти шоки. И я поворачиваюсь, и в этот момент моя жена на меня смотрит, Фредди, молись. И я понял, почему дух ходатайствовал. Знаете, я там прям стоя, стою и тихо молюсь. Говорю, Господи, вступись, Господь, вступись, Боже, воскреси ее, почему она не живет? И в этот момент приходит такое ясное вразумление, повелевай во имя Иисуса Христа, дьяволу не прикасаться к ней, враг хочет вам навредить. Явное вразумление, я не шизофреник, я не слышал голос, но это было здесь, сердце мое этот голос услышало. И вы знаете, в этот момент я так подошел, врачи ее реанимируют, пытаются там сердце завести, я подошел и начал повелевать во имя Иисуса Христа, я говорил примерно таким голосом, как сейчас. Дьявол вон от нее, отойди от ребенка, не прикасайся во имя Иисуса Христа. И вдруг она открывает глазки и начинает дышать. Этот врач схватил ее на руки и как она была голенькая с роддома, побежал в операционную комнату, я за ним. Я стоял еще два часа возле этой коечки и возле этого там аппарата и повелевал, и повелевал, и повелевал, пока мне пришло спокойствие на сердце, что вреда не будет никакого. Я вспоминаю мою жену, я вспоминаю этот момент, с какой жаждой она приняла этого ребенка через несколько часов, которого она только видела практически мертвым. И как мы радуемся нашей доченьке, она в этом году пошла в школу с сыном Саши, это один из братьев, которого Господь не даровал на реабилитации сегодня, это один из ответственных реабилитаций, и наши дети пошли сейчас вместе в школу. Братья и сестры, проблем немало у нас, но как важно, чтобы мы имели это помазание, это чувствование Духа Святого, чтобы нам превозмочь многие обстоятельства. И вы знаете, когда люди посмотрели, я с врачами поговорил, они увидели то, что папа начал молиться, и вдруг ребенок приходит в себя. Вы знаете, я думаю, такие вещи немало славят нашего Господа. И вы знаете, часто говорят, врачи, они являются все-таки глубоко верующими людьми, особенно в конце своей карьеры, понимая, что много, где им приписали славу, им она им вообще не принадлежит. Понимая, что они там ничего не сделали. Как в случае одного из наших друзей, Юра, Саша знает, которого зарезали, нож прошел прямо в сердце. Но человек, который в этот момент вскричал к Иисусу Христу, один из наших друзей упал на колени, и Бог воскрешает этого человека. Врачи уже сказали, он уже долгое время мертвый. И вы знаете, врачи потом константируя полностью все уже в конце, когда этот человек уже был полностью здоровый и у своего врача дома работал, там ремонт делал, он подошел ему и сказал, мы только тебя зашили и больше ему ничего не сделали. Все остальное сделал Бог. Ты за меня, Господи, за мое сердце кровью заплатил. Почему ты стоишь на улице и стучишься? Да ты, Господи, имеешь власть ворваться в это сердце, взять бич, навести там, привести все в порядок. Ты же это можешь, но он, дорогие, этого не делает, потому что это было бы вынуждено. А он хочет нашу добрую волю. Я свою жену очень люблю. Вы знаете, и я радуюсь, когда она мне проказывает взаимность, потому что это добровольно. А если бы это было бы принуждено и страха, мне бы было бы это неприятно. Вот так же и с Господом. Дорогие братья и сестры, мы должны сегодня поверить, насколько моя жизнь является столпом и утверждением истины. Давайте мы встанем и за это помолимся. Аминь. Аминь.